Итак, в 20 главе книги «Бытие» перед нами снова доказательства истинности Священного Писания. Невозможно представить себе, чтобы такую историю придумали. Невозможно даже подумать, чтобы израильтяне решили придумать неприятную, смущающую историю обоснователей нашей нации. Историю, от которой стыдно становится. Причем придумываем мы ее не один раз, а дважды. Потому что в 20 главе Авраам согрешает тем же самым грехом с Авимелихом в Гераре. Тем же самым грехом, которым он уже согрешил с фараоном в Египте в 12 главе. Задумайтесь, в 12 главе Адам еще только начинает свой путь с Богом. Он только познакомился с Богом лично. Он только начинает хождение с Богом. А в 20 же главе он уже давно знает Бога. Он уже испытал Божью верность. Он уже видел Божью силу. Он знает Божью заботу. Он знает, как Бог помнит, как Бог сохранил его во время войны и вернул его племянника. Бог уже познакомил его с Мелхиседеком. Бог уже показался ему, открылся ему в огне между кусками жертвенных животных в 15 главе. Бог уже ответил на его молитвы в разговоре с небесным гостем о Содоме и Гаморе. Бог уже спас Лота и его дочерей от смерти. 24 года Бог совершал чудеса для Авраама. И все же он согрешает точно так же, как согрешил в 12 главе. Несколько размышлений в связи с этим. Как же такое может быть? В Новом Завете мы находим учение о плоти и духе. В некоторых местах в Новом Завете слово «плоть» означает просто физическое тело. В других же местах это слово и используется в более духовном смысле. Там плоть — это наша природа, побуждающая нас к независимости от Бога. Ходя по плоти, мы используем лишь ресурсы, полученные от первого Адама. По нашему мирскому рождению. Ходя по духу, мы используем чудесные ресурсы второго рождения. Все то, что мы получили от второго Адама, от Господа Иисуса Христа. Великий духовный арсенал, который дан нам для битв Божьих. Но, ходя по плоти, мы ходим в непослушании и в собственной силе. В послании к Галатам, 5 глава, 16 стих, апостол Павел говорит, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Но вот что важно вспомнить. Авраам уже долгое время, 24 года, ходит с Богом. Вот что это значит. Не важно, что вы уже давно христианин. Если вы решили ходить по плоти, а не по духу, ваша долгосрочная христианская жизнь вам не помогает. Вспомните о Давиде. Как величайший человек в мире, псалмопевец, мог согрешить Сверсавей и убить ее мужа? Как он это сделал? Ну, так же ходил по плоти. Я уверовал в июне 1971 года. Почти 40 лет назад, 39 лет назад. Я очень рад, что я христианин, и что хожу со Христом уже 39 лет. Но знаете, если я решу ходить по плоти, то мой 39-летний христианский опыт мне совершенно не поможет. Знаете почему? Потому что плоть моя за это время не улучшилась. Плоть моя, то есть моя природа без Христа, со временем не улучшается. На практике это значит следующее. Если я решу ходить во плоти, то я способен не только на такие же гадкие грехи, какие я мог совершить и совершал в 70-м году, до того, как уверовал. Но я способен на куда более страшные грехи, чем тогда. Почти неизбежно, почти гарантированно, что, ходя по плоти, я совершу более страшные грехи, чем до своего обращения. Знаете почему? Потому что те грехи 70-го года были грехами по неведению, грехами, совершенными во тьме. Если сейчас, в 2010-м году, я буду ходить по плоти, то это будут грехи, совершенные во свете, потому что я буду согрешать против света, против той чести, которая мне предоставлена, против моего спасителя и друга, и Господа. Согрешая в 70-м году, я согрешал против Бога, Которого не знал. Если мы начинаем ходить по плоти, по собственной воле, а не по Божьей, если мы уходим от Бога, и живем, как нам хочется, то наш долгосрочный христианский опыт нам совершенно не помогает, а в чем-то даже вредит, потому что наши грехи становятся столь отвратительными. Учитывая то, сколько мы знаем, сколько Бог с нами возится, а мы все равно грешим. Вы помните, что по закону Моисееву за преднамеренный грех жертвы не было? Жертва была искуповая искупление, а не преднамеренного греха. Если человек грешил намеренно, осознанно, за это жертву приносить было бесполезно. Это намеренный грех, грех с определенной целью. Итак, бытие 20 глава. Перед нами человек, который столько лет ходил с Богом, и так близко теперь знал Бога, и этот человек повторяет свой поступок, уже совершенный в 12 главе. Но сейчас даже хуже. Его поступок даже хуже. Вот почему. Потому что вот-вот должно исполниться Божие обещание, повторенное трижды. Один раз в 17 главе, два раза в 18. Вот-вот она должна забеременеть. Что же делает Авраам? Он посылает Сару в постель к другому мужчине. Представляете себе? Представляете себе, какую мерзость он тем самым совершает. 20 глава, 1 стих. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на время в Гераре. Мы пока еще находимся на юго-западе Израиля, рядом с пустыней. И сказал Авраам Ассаре, жене своей, она сестра моя. «И послал Авимелех царь Герарский и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ?» «Не сам ли он сказал мне, она сестра моя?» И она сама сказала, «Он брат мой». И сказал ему Бог, «Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней». Вот они призывают Авраама и говорят, «Зачем ты с нами так поступил?» Подумайте, если иудеи придумали эту историю, то история не просто выставляет Авраама в невыгодном свете, она выставляет язычников в более выгодном свете. Критики утверждают, что эти истории придуманы для того, чтобы показать еврейский народ в самом выгодном свете. Вопрос. Эти критики вообще читают библейский текст или нет? Некоторые из библейских историй, многие из них, выставляют евреев в невыгодном виде. В выгодном виде представляются язычники. Библия говорит правду, даже если эта правда неудобна для главных героев библейского поискования. Десятый стих, вопрос к Аврааму от Авемелиха, что ты имел в виду или почему ты это сделал. Авраам начнет оправдываться. Я подумал, что нет на месте с тем страха Божия и убьют меня за жену мою. Да она и подлинная сестра моя, она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделай с моей женой. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мной сию милость. В какое ни придем мы место, везде говори обо мне. Это брат мой. Ну вот, вообще-то, это Бог виноват, потому что Бог там сказал, идите отсюда, идите путешествуйте. Если бы мы были дома, я бы такого никогда не сделал. Вот Авемелиха посылает подарки, дает им подарки. Авраам молится, и Авраам молится, и 17 стих, и помолился Авраам Богу, и исцелил Бога в Мелеха, и жену его, и рабыни его, и они стали рождать. Очевидно, некоторое время до этого никто в этом месте не рождал. Авраам молится, чтобы они рождали, и это происходит. Но Авраам молится за собственную свою жену на протяжении 23 лет, и ответы на молитву приходится ждать, ждать, и снова ждать. Я сказал вам о том, что произошло страшное, и произошло великое. Великое, в частности, в том, что Бог помог Аврааму выйти из этого положения снова, но это не самое великое. Самое великое – 21 глава. Исполнение обещания и рождение Исаака. Исаак – сын не Елейзера из Дамаска, сын Авраама. Он не был сыном Агари, но сыном Сары. Исаак – обещанный сын после долгого, долгого ожидания. 21 глава, 1 стих. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Господь всегда делает, как говорит. Господь всегда исполняет свои обетования. Вы можете с этим не согласиться, вам, может быть, кажется, что Он слишком долго ждет, но нет, Бог всегда исполняет свои обещания. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сына своему, родившемуся у него, Исаак. Авраам его обрезал. 4 стих. В 5 стихе мы узнаем, что Аврааму сто лет. И приходит время, приходит время, когда начинается вражда между Исааком и Исмаилом. Они больше не могут жить вместе. Исмаила приходится изгнать. Здесь перед нами величайший духовный принцип, о котором подробнее говорится в послании к Галатам, 4 глава. Есть даже два принципа. Принцип закона и рабства и принцип благодати и свободы. Исмаил представлял собой законы рабства. Исаак — благодать и свободу. Нам некогда беседовать на эту серьезнейшую богословскую тему, но вы можете прочитать в послании к Галатам, 4 глава. Здесь и печаль, и радость. Обратите, пожалуйста, внимание на 20 стих, 21 главы книги Бытие. Бог сопровождает его. У Исмаила больше нету небесного отца, больше нету земного отца, но небесный отец все равно с ним. Значит ли это, что мы увидим Исмаила в раю? Надеюсь, что да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok